Где бампер? Откуда? Моё. Ты открывала? Нет, ты сама открывала. Нет, я открывала просто это. Вот опять. Просто вот это. Это из первого класса награда. Это просто был турнир по шахматам. Вадим, а сегодня оцените какие были? Пятёрки. Бесконечные пятёрки. В нашем доме живут 4 поколения. Кухая бабушка, послышащий папа, послышащий муж, дети и я. Всего на 7 человек. У меня очень маленькие остатки слуха. Я слышу только громкие звуки в аппаратах. И мне аппарат помогает считывать устную речь человека. Я ориентируюсь на остатки слуха и научить у них вкус. Муж, дети слышат лучше меня. Папа слышит почти как я. Но он может говорить по телефону, а я нет. Открываем. Что там такое? Что там такое? Лисовая. Эй! Лисовая каша! Там что? Там манная каша. Мам, я салтаренько не нравится. Ладно, мам. Лисовую кашу. Ребята? Нет. Мам! Василиса! Мам, ты не говоришь, как можно сказать? Кричать или спокойно сказать? я слышу пение птичек я слышу как машина я не могу смотреть передачи фильмы без субтитров потому что мне очень мешает фоновый шум я слышу как дети меня зовут но кто или за меня зовут я не могу разничать я не разничаю я не слышу никаких посторонних звуков точнее там не то чтобы не слышу а не не слушаю где-то обсуждают что-то где-то машины взбитнули это информация для меня не полезная аппарат не надень потому что амурики что принц филипп не может принять участие в нашем празднице я уверен что вас ждет прекрасная будущее вы герой сказки которая так чудесно что обязательно будут кушать птичка вы слышите мир звук гораздо больше чем мы видим глазами потому что мир звук намного богаче честный вариант на меня то что я плохо слышу это не такая тропейки мне на пару очень хорошо что я не слышу личных звуков что я не слышу речь посторонних людей мне это не нужно в любой момент я могу просто выключить аппарат и все и вокруг меня вычищена это так удобно для нас очень важны любые световые сигналы для нас важна любая информация которая будет любироваться она жертвует отсутствие необходимой важной информации не дает нам полнее жить доступной среды в сфере образования нет потому что в школах обучаем детей численно-утному методу там жестовый язык под запретом он считается доступным для тех у кого есть метальные нарушения хотят выпустить детей которые будут как слышать слышать как вы говорить как вы но мы все равны тематика воспитание глухого ребенка самое трудное это научить внимательно смотреть на говорящего человека не только слышащего говорящего но и глухого у него нет внимания он не привык он не слышит он не знает что нужно смотреть она сказала несчастный прогулщик чего это ты с таких юных лет обманываешь родителей и школу когда Нина пришла она заплакала на ее сердце было тяжело потому что сердце нагревала беспощадная особость что я бы хотела услышать наверное все звуки которые существуют как мы ходим как черестят листья как скрипит снег мне кажется что тут есть что-то такое музыкальное поэтическое если вдруг мне такой слух я наверное была бы окрушена ошеломлена и бы растерялась сколько всего и на и и и и Продолжение следует... 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 Тобой! Тобой! Мною хочешь стать? Чтоб как я директором была? Ага. Я буду вместо тебя. Пожалуйста, рожди их, учись. Исследуй все, изучай. Это мой велосипед. А это кууууу. Я устала бегать, чтобы оформить инвалидность. Я устала догадывать, что дети не слышат. Им не хотели давать инвалидность, потому что они говорят. Ну и что, что говорят? Они плохо звучат, а в теограммы это показывают. Я устала каждый раз помнить, о, надо в детский сад идти, нужно пройти комиссию. О, срок там кончается, нужно сюда бегать. То есть у нас на пекадня это очень проматывает. И все эти ребенка я не готова рожать. Я училась в одну из детского дома, клухого. Моя мама когда-то, несколько лет назад, брала клухого ребенка из детского дома. Это было очень больно видеть, потому что там нет никаких специалистов, которые знают честного языка. Детей отправляли по кругу, он всегда стал их, а потом выясняли, что он просто не слышит. Их вот перекидывали. И поэтому я вот морально я была готова через несколько лет взять ребенка из детского дома. чтобы быть на него наставником именно клухого. Есть такие мысли. Мам, какие у меня волосы? Хорошо, какая длина волос? Конечно, быть мамой это и труд, это и продолжение нас в детях, это и наше будущее. И мне, как маме, хочется как можно больше дать своим детям то, чего у меня не было. И мне хочется, чтобы у них было как можно больше доступной среды, чтобы они как можно меньше сталкивались с стереотипами отношениями, отношения не слышать. Но сейчас я смотрю, общество меняется, люди все больше интересуются жестовым языком, они все больше принимают, что люди не страстные, что все равные. Почти день заканчиваются, каждый день заканчиваются, завтра будет новый день. Какой? В какой среде? Завтра хороший день будет. Каждый день хороший, да? Да, хвоя. Все зависит от нас самих. Мы будем думать, что день хороший, значит и все будет хорошо. Я верю, что мои дети вырастут успешными людьми. Я верю, что у них будет хорошее образование. Я верю, что у них будут хорошие друзья, что у них все получится. Вот это самое главное. Сейчас, сейчас, Вадимка, давай я тебе покажу спокойной ночи. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok